Приветствую вас на канале Знахарь. Все, кто жил в советское время, помнят наверняка, что в высших учебных заведениях, да и в техникумах, в школах, в школах, в техникум, в институтах, в университетах преподавали научный коммунизм, диалектика марксизма. В школах это общество ведения. Это до такой степени, столько денег туда было потрачено на защиту коммунистической идеологии. Ну, была такая идеология была в стране. В бюджете потратили не просто деньги, колоссальные. Институты работали на это. Вот именно доказывали. Апологетика коммунизма, я бы сказал. И когда все это прошло и все рухнуло, я видел горы, да, эти научного коммунизма. Хотя труды Ленина очень интересны. Но это вот другая история. А вот математика, да, дважды два четыре, оно не нуждается ни в каких этих отдельных, да, каких-то на него там бюджетов, чтобы доказывать, что доказывать доказуемое. Или грамматику в русском языке. Но я думаю, на самом деле, что и правде христианству тоже. Зачем апологетика христианства? Я вот иной раз думаю, апологетика христианства. Кому доказывать? Если ты борешься с ересью, обычно доказывают, ну, значит, ты чем-то, если с чем-то с инакомыслием, то это или гордыня, это ревность, зависть, или что. Зачем бороться с какими-то, то, что, но оно все равно не прилепится. Никогда человек, который не верит в воскресение Христово, не будет ходить к тем людям, которые проповедуют Иисуса Христа как личного спасителя, признают Святую Троицу и признают символу веры. Зная, что мир дуалистичный, а сейчас какая-то апологетика, а кругом всяких оккультных, другие конфессии, оккультные там и шаманства, и оккультизм, эзотерика, и Блаватский рерик. Я не буду прославлять, но их много, и зачем с ними спорить? Ну, зачем? Вообще, кто любит спорить, тот любит грех. Я никогда не читал, чтобы Христос спорил или доказывал свою правоту. Я вообще считаю, что Бог дает понимание через сердце, Он дает и веру. Вера от слышания, но слышат многие, а веруют не все. Оно как малое стадо, все это видно на лицо. Зачем апологетика, да? А теперь, смотрите, написано, если тебя поведут на суд, ничего не думай, что тебе сказать. Никаких спичек не пиши, ни конспектов. Спокойно спи. Я завтра за тебя сам все скажу. Это многое объясняет. Аллилуйя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.